Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий, и сегодня мы с вами поговорим о сеной палочке. Да-да, уже много сказано о ней, но тем не менее, некоторые вопросы следует прояснять все глубже и глубже. Хотя бы потому, что в комментариях встречаются два лагеря пользователей. Одни утверждают, что сенная палочка им помогает, другие говорят, что все это ерунда и ничего не получается. Поэтому для начала следует провести небольшой тест для вас, чтобы вы для себя прояснили, в чем причина не получающихся, скажем так, использований сенной палочки. Если вы для себя точно знаете и абсолютно хорошо понимаете, что мы с вами живем и комфортно существуем как раз из-за сосуществования с бактериями и грибами, то, скорее всего, у вас не будет сложностей с использованием биологических препаратов. О чем я говорю? Мы все должны четко осознавать, что на нашей коже есть миллионы и миллиарды бактерий и грибов. В нашем кишечнике их буквально килограммы. И мы должны понимать, что они нам, во-первых, очень полезны, а во-вторых, мы должны понимать, как они для нас полезны и почему именно благодаря им мы здоровы. Мы должны понимать, что именно эти микроорганизмы постоянно и днем и ночью тренируют нашу иммунную систему, благодаря которой мы остаемся здоровыми. Если вы все это понимаете, то, скорее, в использовании биологических препаратов у вас все хорошо и вы не допустите непростительных ошибок. Если же вы все, о чем я сказал, не понимаете, для вас это вновь, или вы с этим не согласны, то, скорее всего, и использовать биологические препараты у вас в огороде или в саду не нужно, потому что они будут использованы неправильно. А теперь к сенной палочке. Да, действительно, сразу нужно сказать, это абсолютно однозначно, сенная палочка полезна в той или иной мере. Но, учитывая вышесказанное, я хочу добавить, что мы с вами должны понимать, что сенная палочка, это бацилус субтилис, включает очень много различных штаммов. И каждый штамм по-своему полезен. Есть даже патогенные штаммы. Поэтому разница между различными биологическими препаратами заключается как раз в действующем веществе или в действующем организме. Какой штамм используется для приготовления того или иного препарата. Для тех, кто в этом очень плохо разбирается, я приведу такую аналогию по поводу нас с вами. Мы все люди, у нас есть несколько рас, которые не сильно, в принципе, отличаются друг от друга, абсолютно легко смешиваются. И более того, каждый из нас обладает определенными умениями или навыками. Мы все люди, но какой-то человек может из камня сделать статую. Большинство из нас этого не может сделать, не умеет и даже не возьмется за это. При этом есть, скажем, какой-нибудь дядя Андреевич, который в гаражах абсолютно легко сделает капиталку двигателя. Какой-нибудь Вася с пилорамы абсолютно четко может идентифицировать зрелость древесины для внутренней отделки помещений. А тетя Оля, кардиолог, знает, какое лекарство можно вколоть бабушке, чтобы у нее не случился инфаркт. Так вот, чем большим спектром умений мы обладаем, тем мы более ценны. Это я уже говорю по отношению к сенной палочке. То есть производитель, который нашел тот штамп сенной палочки, который обладает более широким спектром полезностей, тот производитель будет производить более качественное удобрение или более качественный биологический препарат на основе сенной палочки. Это, я думаю, основа всего использования этого микроорганизма. Какие основные умения и качества есть у сенной палочки? Мы же с вами знаем, что если мы возьмем просто прелая сена или солома, поместим в воду, сделаем настоечку, то там очень хорошо разовьется, по сути дела, препарат сенной палочки. Но у соседа с другим сеном и другой соломой, скорее всего, будет совсем другой штамп Bacillus subtilis с другими, естественно, с другим набором полезных свойств. А какие полезные свойства могут быть присущи сенной палочке? Во-первых, всем известно, что это фунгицид. Почему? Потому что сенная палочка выделяет несколько биологически активных веществ, одно из которых носит название липопептид, и этого соединения есть несколько различных видов. Но в целом действие однозначно, оно дырявит мембраны патогенных грибов. Что значит мембраны? Просто дырявят патогенные грибы, и они погибают. Вот так абсолютно просто проявляется умение Bacillus subtilis подавлять патогенные грибы. Да-да, у Bacillus subtilis есть еще одно умение отличать патогенные грибы от полезных для растения. А Bacillus subtilis конкретно может абсолютно легко отличить триходерму от, скажем, других микроорганизмов, таких как Fusarium, Fetofthora, Ervinia carotovora, которая вызывает гнили бактериальные, а также очень большой спектр других микроорганизмов, на которые у Bacillus subtilis есть свои чувствительные, скажем так, элементы, рецепторы. Следующее умение Bacillus это выделять еще и антибиотики. Показано наличие у синой палочки более 25 различных антибиотиков. Часть из них имеют общее название итурины, но при этом следует отметить, что если мы где-то читаем, что Bacillus subtilis выделяет 25 антибиотиков, это не значит, что любой штамм будет их выделять. Какой-то штамм, который вы у себя на приусадебном участке из сена выделили, будет 3 синтезировать антибиотики, а какой-то 10, какой-то 5. 25 это выделенных и изученных антибиотиков из различных штамм Bacillus subtilis. Поэтому чем больше этих антибиотиков штамм продуцирует, тем на более широкий спектр других микроорганизмов эти антибиотики действуют. Вот все очень просто. Следующая особенность и полезность использования именно синой палочки в том, что ее использовать очень просто и очень экологично. Дело в том, что синая палочка просто чрезвычайно живучий микроорганизм. Даже если мы препарат забыли целую зиму, на целую зиму на улице, с ним практически ничего не случится. Достаточно добавить раствор каких-либо сахаров или прокипяченный раствор дрожжей. Это добавит в раствор с Bacillus subtilis полезных веществ. Они оживут и абсолютно способны выполнять свою функцию у нас на приусадебном участке. Дело в том, что Bacillus subtilis может образовывать споры, которые помогают ей переживать неблагоприятные различные неблагоприятные условия. При этом мы очень часто говорим о спорах, но спор о споре рознь. Допустим, почвенные грибы в обычных условиях тоже могут образовывать споры, но здесь мы, как правило, говорим о частичках их мицелия, которые не обладают достаточно хорошей живучестью и терпимостью к неблагоприятным условиям. Пусть меня микологи простят за такое упрощение. У Bacillus subtilis спора по-настоящему камень. Она даже может выдержать некое время кипячения и переживет несколько лет в сухом месте. И достаточно ее поместить в какую-то питательную среду, или же она почувствует наличие влаги с питательными веществами, как сразу же вернется к жизни и бактерии начнут делиться, наращивая биомассу. То есть очень просто использовать. При этом Bacillus subtilis абсолютно безопасна для человека. Но тут есть небольшое предостережение. Если вы постоянно используете препараты Bacillus subtilis, в том числе зарубежные, которые отличаются, скажем так, более агрессивными штаммами синой палочки, то следует использовать перчатки. Хотя бы просто потому, что этот микроорганизм выделяет очень широкий спектр биологически активных веществ. Хотя бы на один из них, да, скорее всего, у нас и может встретиться аллергия. Поэтому перчатки, они желательны для использования Bacillus subtilis. Но ни в коем случае это не патогены для человека микроорганизма. Следует еще также добавить, что удобство, вернее польза от использования Bacillus subtilis в том, что этот микроорганизм, а это может даже и основная его польза, он может образовывать связь с растением. Вот если мы почву вокруг растения полили кишечной палочкой, которую многие знают, как Escherichia coli, то этот микроорганизм абсолютно не будет знать, что ему делать в почве. Он не отличит растения, он не отличит корни. А вот Bacillus subtilis обладает широким спектром чувствительности рецепторов, которые абсолютно точно приведут эту бактерию на корни растения. Произойдет заселение, их показано заселение в течение примерно 8 часов при благоприятных условиях. Корни покрываются легким бактериальным налетом Bacillus subtilis, и уже эти бактерии защищают корни, защищают растения от других патогенов путем того, что повышают иммунитет растения, выделяя в корни или около корней те ароматические вещества, на основании которых растение уже будет синтезировать свои продукты, которые и будут повышать его общий иммунитет. То есть вот такое сложное взаимодействие. Поэтому бактерии Bacillus subtilis очень хорошо подходят для профилактики. Если вы вдруг почувствовали, что растение начинает испытывать какой-то стресс, или по прогнозу погоды вы услышали, что предстоит похолодание, дождливая погода, обрабатывать в этот момент как раз и нужно растение. Bacillus subtilis, если особенно мы используем прилипатели, поселяется, прилипает к поверхности листьев, и в случае дождливой погоды, когда в капельках жидкости уже начинает развиваться какой-то патогенный гриб, в этих же капельках начинает развиваться и Bacillus subtilis, подавляя или убивая патогенную микрофлору. Вот так просто и очень эффективно работает Bacillus subtilis. Я надеюсь, данное видео немножко вам помогло в понимании использования семной палочки. Если вам что-то непонятно, задавайте, конечно же, вопросы в комментариях, потому что еще очень много не сказано, и гораздо проще отвечать на комментарии. Развивайте себя, читайте литературу. Каждый факт следует проверять. Задавайте вопросы в комментариях лично мне. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Будет очень много интересного.